Вероника Кравчук Яночка, мы поздравляем вас с потрясающим показом. Расскажите, пожалуйста, о названии вашей коллекции «Бизнес по-русски». Почему вы решили объединить бизнес и моду? Ну, я думаю, что наша публика уже привыкла, что у нас всегда какие-то необычные показы. Но так как мы с Настей пошли учиться в сообщество «Бизнес-молодость», где нас учат бизнесу наши друзья Петя и Миша, и мы решили в этот раз делать моделями бизнесменов, потому что на самом деле на моделях наши вещи уже все видели. А хотелось бы, чтобы все-таки нашу одежду увидели на обычных людях, которые, в принципе, должны носить нашу одежду. Мы так с Настей считаем. Каждый выходил с табличкой. Да, это на самом деле придумка нашего лидера и учителя в «Бизнес-молодости» Михаила Дашкеева. Он сказал, что каждый, кто будет выходить, это ниша, то есть чем человек занимается. Допустим, ювелирные услуги, юридические услуги, щебень оптом и так далее. Мне кажется, это было очень прикольно. Сегодня наш показ удался, потому что я вчера очень переживала, как они пройдут, потому что у них сегодня был первый день, их на подиуме. Но я поняла, что бизнесмены, как говорят талантливые люди, талантливый во всем. Они нас абсолютно ни в чем не подвели, и за две репетиции они практически выполнили роль моделей. Скажите, какие ваши впечатления от такого интригующего показа под названием «Бизнес по-русски»? Вы знаете, я, кажется, уже перестал удивляться, потому что я был на всех показах у Анастасии. Каждый раз находятся какие-то новые ходы, неожиданные решения. Я никогда не думал, что столько разнообразных вещей можно творить на подиуме во время показа. В этот раз Анастасия снова удивила нас. Многие ходы были прямо неожиданные, непредсказуемые. Зрители на первом ряду периодически уклонялись от каких-то летящих, ну, таких сказочных моментов, салютиков, страз и так далее. Было очень все красиво и богато. Это чудесный показ. Катя меня пригласила, она сказала, что она будет единственная в трусах. Но поскольку... Да, я уже предупреждал, я говорю, я подарю тебе букет, боюсь, я не смогу удержаться, подарю прямо на сцене. Но поскольку мы записываемся с певцом Арсениумом в одной студии, он мне все выдал, он говорит, Дима, ее уже переодели, вот на смотри фотку. И таким образом он все развенчал. Ну, я с огромным удовольствием подарил Кате цветы, Кате Гусиба. Яна, она большая умница, она прямо точно знает, какой наряд правильно подобрать, какой образ создать, и как организовать все, чтобы все получили максимальное удовольствие. Ну, самое главное, знаете, мне кажется, даже не для Тамары было большое впечатление, а сегодня участвовала в показе ее очаровательная дочь Алена, поэтому, я думаю, самое большое впечатление было у ребенка. Потому что то, что дети говорят, это настолько искренно, честно, и это неподкупно. Мне кажется, дети всегда украшают любой показ. И нам очень нравится шить для детей, и нам очень нравится шить одежду дочки-матери. Мы сделали сегодня очень много, если все заметили, мама и дочка. Или сынок и мама. Нам очень нравится шить такую парную одежду. Но вообще, и мне понравилось, что сегодня была, например, целая семья в нашей одежде. То есть нам нравится какие-то сеты создавать, такие семейные. Вообще, мы за семью, конечно же, как и все. И хочется, конечно, чтобы все было едино. Черепа – это моя фишка, которую год назад я говорю, Яна, сделай коллекцию с черепами, Но праздничную. Это иллюзия. Смерти нет. Мы бессмертны. Мы боги на земле в этой игре. Игра должна происходить радостно. И я на это делаю. И Янастасия для меня круче кучи. Скажите, что бы вы пожелали в дальнейшем бренду Янастасия? Я пожелал бы дальнейшего процветания. И в следующий раз продолжать нас удивлять все больше и больше. Находить какие-то новые решения. Этому прекрасному бренду я бы хотела пожелать искренне. Также развиваться, как они развиваются динамично на данный момент. Иметь столько же друзей, селебрити, которые с удовольствием всегда поддерживают и носят эту красивую одежду. Если у бренда есть фейки, значит он популярен. У бренда Янастасии и такое количество фейков, которые в интернете продаются, на каких-то блошинных рынках. Я считаю, что это уже популярность. Поэтому, дорогая моя, я тебе желаю только расти, процветать. Это прекрасный тандем. Мать-дочь, это замечательно. Это сама природа им помогает. Более того, эти русские мотивы. Мотивы, русские напевы даже были в аранжировке. Я даже не знаю, что им можно пожелать. Только здоровья, творческих успехов. Естественно, реализации, чтобы ее мечта. И она достойна того, чтобы ее узнали в мире. Потому что она раскрепощенным сознанием обладает. И смелостью больше, чем у мужчин. Этот замечательный день подошел к концу. А мы, в свою очередь, желаем бренду Янастасии только успехов и процветания. А с вами был Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love you, Fashion TV. I love Fashion TV.